Всем привет! С вами, как всегда, HeFake, а может и не как всегда, но ладно, это не важно. И сегодня мы с вами будем делать игру в дополненной реальности всего лишь-то там за очень короткое время. Ну, результат сейчас, конечно, я видел на игрании, это, думаю, и так понятно. Но, в общем-то, чё, тут болтаю, короче, погнали дальше. Не тормозим. Поехали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok и он реально попадёт в следующий видос. Главное, чтобы коммент, естественно, был не хейтерским. Это, я думаю, и так понятно. В общем-то, да. Будет один коммент, попадёт один коммент. Будет 20 комментариев, попадёт 20 комментариев. В общем-то, тут всё очевидно. Запускаем Юньку. Создаём новый проект. Придумываем название для нашего проекта. Допустим, дополненная реальность. Вот так вот, сокращённому напишем. В принципе, остальные настройки нам не важны. И создаём проект. Теперь в проекте нажимаем сразу Build Settings. И здесь меняем платформу на Android. Нажимаем на Android и нажимаем Switch Platform. Теперь нажимаем на Player Settings. У нас открываются настройки. Идём в меню XR Settings. И здесь ищем последний пункт, где написано в Euphoria. И здесь ставим галочку. Теперь наш проект будет готов для дополненной реальности. Сразу напишем Company Name. Но имя нашего канала, думаю, сойдёт. Что дальше? Дальше ещё нужно указать в Other Settings Package Name. То есть, вместо Company пишем нашу компанию. Ну, допустим, опять же, наш канал. И вместо Product Name мы пишем название нашего приложения. Что дальше? Дальше мы закрываем окно Build Settings и идём в папку Resources. Здесь мы видим наши настройки. Заходим в них. Это настройки дополненной реальности, если что. И здесь нам нужно ввести лицензионный ключ. Чтобы его ещё получить, нажимаем на кнопку Add License. У нас открывается браузер. Здесь мы сначала должны зарегистрироваться. Нажимаем на кнопку Register. И тут мы регистрируемся. Собственно говоря, вы там сами зарегистрируетесь. После регистрации нажимаете кнопку Get Development Key. И здесь вводите лицензионное имя. Соглашаемся и мы создали нашу лицензию. Заходим в неё. И здесь написан наш ключ. Копируем его. И идём в Юньку. Здесь мы его вставляем. И в принципе всё. А дальше нам нужна Database. То есть база данных. Добавляем её. Вот таким вот образом. Нажимаем Add Database. Пишем ей имя. Допустим. Аааа. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну. Images. То есть там будут храниться у нас картинки. И заходим её сюда. И здесь уже можно добавлять цели. То есть картинки. Нажимаем Add Target. Побила. Выбираем Single Image. Кстати, помимо обычной картинки. Можно также использовать и всякие 3D модели. Так что это вообще интересно. Далее выбираем. Короче, выбираем картинку здесь. Сейчас, где она? А где, где, где ты? Вот она, отлично. Пишем размер, который у нас будет у этого объекта в Unity. И пишем название. В общем, у нас это всё сейчас загружается. И вот загрузилось. У меня опять звёзд у этого, у этой картинки. То есть она будет очень хорошо определяться. И быстро. Дальше мы это всё скачиваем дело. Выбираем Unity Editor. И скачиваем. У нас всё это скачивается. И теперь мы всё это перетаскиваем. Точнее, этот файл перетаскиваем в Unity. И много ждём. Нажимаем импорт. И у нас всё импортируется. Дальше теперь, если мы обновим наши настройки дополненной реальности, то мы сейчас увидим, что в пункте Databases... Точнее, просто Database. А, нет, Databases. Ну, неважно. У нас перелось Images. Так что... Что дальше? А дальше мы нажимаем правую кнопку мыши. И ищем пункт в Euphoria Engine. И там... А, ищем AR-камеру. Нажимаем, она создаётся. Так же... Что ещё? Что ещё? А, то, что нам нужно удалить старую камеру. И что дальше? Дальше мы опять нажимаем правую кнопку мыши. Опять нажимаем в Euphoria Engine. Только в этот раз нажимаем уже... На Image. У нас создаётся Image Target. И, в принципе, осталось найти только модель. Мы должны зайти в Asset Store. То есть, такой... Магазин, что ли, платных и бесплатных... Моделек, скриптов. Много там чего есть. В общем, что нам нужно? Если у вас нету окна Asset Store, то мы его добавим через Windows Asset Store. Так что, вот так вот. Что мы здесь дальше пишем в поисковике? Мы пишем SportCard 3D-модель. Находим её. Скачиваем. Импортируем. И ищем в нашем проекте по этому пути. Переносим её на нашу сцену. Вот так её переместим. Уменьшим ей масштаб. И... Также... Немного повернём. Что дальше? Ну, а дальше, в принципе, уже всё. Нажимаем... File, Build Settings и... Build. Но, если вы кое-что ещё не сделали, то есть, не скачали... определённые файлы там, да? То есть, SDK на Android. Чтоб всё успешно сбилдилось у нас на Android. Мы должны зайти в... Edit, Preference, External Tools. И найти пункт Android. И там... Мы нажимаем кнопочку Download. И скачиваем SDK. Там вообще целое приложение, но... Короче, вы там... Надеюсь, с вами разберётесь. Ну... Случай загуглите там. С YouTube-те. Если есть такое слово. Но... Вы поняли, короче. Я ещё не хочу это всё объяснять. И... И теперь, после того, как мы всё это скачали, мы можно... Мы можем спокойно... Нажать... Build Settings и... Build. 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 Придумать название нашего... Установочного файла и... Ждать. После этого мы перенесём наш файл на Android. Там мы его найдём и установим. И... Получим вот такой вот результат. В общем, не забывайте про комментарии, что абсолютно каждый комментарий попадает в следующий видос. Ну... Конечно, он должен быть нормальным. Это понятно. И... Всё. И он в следующем видосе. И... Всем... Удачи и... Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok